А сейчас я расскажу вам, друзья, как ублюдски работает у нас бюрократия, вообще, где бы только она не встречалась. Вот смотрите, совсем недавно я приобрел дрон, и, как это положено, я решил его зарегистрировать в Росавиасе. Скачал все формы, которые необходимы, которые уже заполнены как образец, и заполнил ровно по такому же признаку, ну и по такой же форме. Отослал, все замечательно, жду, что получу разрешение и номер. Получаю, значит, отказ, вот, ну и слава богу, что я его получил, потому что дрон я ухайдакал уже за это время на Донбайе, в чертовой мельнице. Есть такой-то водопад там, ну и, как бы, фиг бы с ним, я уже купил себе другой, вот. Но суть в том, что приходит отказ мне, и вот в этом вся суть. Отказ сделан по такому формальному признаку, что у меня неправильно заполнено заявление, то есть анкета неправильно заполнена. А что же неправильно? Стоит галочка и ссылается на то, что в одной из граф у меня не заполнено месторождение. Вот, на самом деле, там есть две графы, в которых определено месторождение. Одна графа называется дата и месторождение, а вторая называется так, место проживания и регистрации, дата и месторождение. Во второй я все заполню, где я живу, место регистрации, потом, ну, то есть паспортные данные, вот эти все, и потом дальше дата рождения и месторождение. А в том автографе, где дата и месторождение, я просто написал дату рождения, все. Причем я заполнил именно так, как люди уже получили разрешение, то есть они заполняли именно таким образом. Я видел, что там стоит еще и с месторождения, но никто этого не заполнял, и все было нормально. Вот по этому поводу я получаю, значит, отказ. И вот у меня есть несколько суждений по этому поводу. Первое. Ну, во-первых, ладно, я зацеплюсь к каким-то формальным вещам, которые, может быть, ну, если так надо, кто-то скажет. Но, тем не менее, друзья, во-первых, нахера вообще вам моя дата рождения? Вот, фу, не дата рождения, а место рождения. Если я понесу гражданскую какую-нибудь ответственность, мой дрон там упадет, там куда-нибудь, куда не надо, или я буду летать там, где не надо, его там вот опустят, чтобы найти меня, у меня есть паспортные данные, место проживания и место регистрации. Как поможет место моего рождения? Вы что, будете, блин, искать меня по месту рождения, что ли? Где я вообще никогда не был там со времен рождения своего? Вот это мне вообще непонятно. Вчера оно надо. Ну, ладно, пусть. Надо оно вам. Ладно, хорошо. Я его заполнил там, где есть для него написано с места. Не в двух местах заполнил, а в одном. Что не так? Вы что, читать не умеете, что ли? Тупенькие, что ли, совсем? Понимаете, какая вещь? Вот я все меряю по медицине. Я врач, и все время требования, предъявляемые от разных людей к медикам, они очень высокие, потому что никто не хочет, чтобы их там саперировали на четверочку, например, вырезали аппендицит на твердую четверку, например. Кто этого захочет? Никто не захочет. От медиков все хотят работы на пять или на пять с плюсом даже. Но свою работу почему-то они выполнять таким образом не хотят. Вот представьте на минуточку процедуру, что эта тетенька, которая мне там отказ влупила, должна была бы заполнить в медицине, ну, в медицинском учреждении перед операцией какую-то форму. Ей это нужно сделать срочно, потому что дрон его тоже надо регистрировать в течение 10 дней после покупки. Иначе там просто проблемы возникнут. Так вот, ну, это не любого, а свыше, по-моему, сколько там, 500 грамм, или свыше 250 грамм. Вот сейчас вот так отложу. Вот. У меня было выше 250. Вот, прикиньте, вот тетеньке надо было заполнить, и все. Она посылает куда-то в какую-то больницу из региона, в Москву, и там ей по формальному признаку, что у нее не в двух местах, где надо, в анкете, а в одном месте только заполнена дата рождения, или какая-нибудь другая вещь, или тем более место рождения. Прикиньте, там вот отказали человеку в медицинских услугах, потому что у него неправильно указано место рождения. Это на операцию очень сильно повлиять может, конечно, понимаете, если он в другом месте родился, там аппендицита по-другому вырезать будут, или на клапанах сердца совсем по-другому будет операция производиться. Ну ладно, написал он в одном месте это, а в другом не написал, ему сделали там отказ. Я уверен, что говном будет брызгать между зубами эта тетенька, что вы что читать не умеете, тут, понимаете, человеку нужна срочная операция и все такое прочее, а вы вот по такому признаку там сделали отказ. Вот так вот это будет выглядеть. Ведь так это будет выглядеть. Вы бы тоже возмутились бы, если по такому признаку вам сделали отказ. Так вот, почему-то от врачей вы требуете, чтобы они вошли в положение, нашли, где вы написали это место рождения. Кто-то скажет, ну вот, это же медицина. Нет, друзья мои, разницы на самом деле никакой. Каждый на своем месте должен делать работу идеально, думая о других людях. Если вы хотите, чтобы по императиву Канта вам было то же самое. Как вы потом смеете требовать от врачей каких-то, не знаю, там, исполнения всего самого лучшего, чтобы у вас все было забитым. Если вы сами ни хера не выполняете правильно свою работу. Вот я очень желаю этим людям, которые поступают таким образом, чтобы у них большие проблемы возникли. Кто-то мне скажет, что там из космоса вернется. Друзья мои, не вернется ничего из космоса. Потому что я от него требую, не требую, а просто прошу справедливости. Я считаю, что придурки должны по жизни сам страдать и должны быть сам не наказаны. Да, вот такой я злой, ну а что поделаешь. Да, христианская мораль неправильно, мне кажется, толкуется большинством людей. Христианская мораль, она именно и заключается в императиве, в Кантовском. Понимаете, не делай другому тому, чего не хочешь там себе. Вот тетенька сделала, значит, отказ на ровном месте, просто так. Ну, значит, она и должна получить такой же там отказ в другом месте. А здесь, понимаете, это не тетруется. То есть отказ в чем бы ни было, отказ в жизни или отказ в услуге, это одно и то же, друзья мои. Или отказ какой-то мелочи. Понимаете, по форме это отказ, это наплевательское отношение к другому человеку. Просто в одном случае оно влечет смерть, а в другом случае оно влечет, может быть, и ничего. Ну, просто там трату нервов, времени, штрафы или еще чего-то. Понимаете? Но суть одна. Люди должны отвечать за свои поступки одинаково. Понимаете, какие бы они ни были. Вот так. Вы, конечно, поспорьте со мной, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что абсолютные большинство тех, кто смотрит этот ролик, в медицине не работают. И поэтому они скажут, ты не ровняй хрен с пальцем, сравнил тоже. Сравнил, друзья мои? Сравнил. А с чем мне сравнивать еще? Потому что от меня всю жизнь сомнеги требуют на высшем уровне работы. Но с тем, с кем приходится работать мне, практически в моей жизни никто не продемонстрировал сам работу на высшем уровне. Ни в одной сомсфере. Ни в одной. И все эти люди, когда я им говорил, слушай, дружбан, а представь гипотетическую сам ситуацию, что ты мне машину починил, вот мне не нравится, как ты починил мне вот то-то-то. Ты-то сам видишь, что ты не то-то. Да ничего, нормально, походит еще. Я говорю, вот представь гипотетически, что ты ко мне приходишь, а я, предположим, сосудистый хирург или сердечно-сосудистый хирург. Я сделал операцию тебе на сердце. Ну, на троечку. На твердую тройку, удовлетворительно. И ты говоришь, да блин, ну ведь плохо же. А я скажу, да ничего, походит еще. Хуль, нормально все. Вот так вот. Думаю, что никто не согласился. Друзья, выполняйте свою работу на рабочем месте так, как это положено. Входите в положение других людей. Не будьте сволочами. Салют. Спасибо. Спасибо. Спасибо.